О войне. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть в жёлтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Одно из самых пронзительных стихотворений военных лет. Строки, которые вселяли надежду тем, кто ждал и верил. «Жди меня» передавали из уст в уста, от гармониста к баянисту, от сердца к сердцу. Эти и другие стихотворения о войне повторяем сегодня и мы. Почему всё не так? Вроде всё как всегда. То же небо опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Такой трогательный проект набрал популярных в соцсетях в канун 9 мая. Его запустили энергетики Северного Кавказа. Они предложили всем желающим прочесть 75 слов о войне и показать. Мы помним, мы чтим, мы не забыли. Помнить героев Великой Отечественной войны – это наш, по сути дела, единственный и священный долг. Это тот долг, который мы передаем из поколения в поколение. И надеюсь, что он будет передаваться очень и очень долго. Акция из-за противовирусного режима перебралась в интернет. Те, кому дорог этот праздник, объединились онлайн, чтобы каждый по отдельности и все вместе вспомнить героев и воспеть победу. Акция превратилась в марафон самых чистых и искренних эмоций. На призыв энергетиков откликнулись любимцы детей и взрослых. Хрюшка со Степашкой тоже прочли стихи о мире, в котором у малышей есть спокойные ночи. Мир и дружба всем нужны. Мир важнее всего на свете. На земле, где нет войны, ночью спят спокойно дети. Там, где пушки не гремят, в небе солнце ярко светит. Нужен мир для всех, ребят. Нужен мир на всей планете. Тысячи голосов и тысячи стихов. Они звучали по всей России. От Нальчика до Ставрополя, от Новосибирска до Санкт-Петербурга. Более того, акция вышла за пределы нашей страны. Ее поддержали в Испании, Словакии, США, Турции. Люди записали очень много видео. Чтобы показать все, наверняка понадобился не один день. И это по-настоящему доказывает, насколько дорога нам память о той войне и что для настоящих чувств нет никаких границ.